Увлекательные номера, красочные костюмы и звонкие песни. После пандемийного перерыва возобновлен республиканский конкурс «Юность творчества талант». Сейчас в Бендерах проходит муниципальный этап. Два десятка участников – школьники и дешкалята – демонстрировали свое вокальное мастерство. Это самый масштабный фестиваль детско-юношеского творчества. В нем пять номинаций. Жюри предстоит выбрать лучших в театральном, вокальном, танцевальном искусствах, изобразительной деятельности и декоративно-прикладном творчестве. Важно оценить все – исполнительское мастерство, организованность, эстетику, костюмные решения и многое другое. Живую здесь во дворце мы видим друг друга. Мы этому очень рады, потому что в течение трех лет этот фестиваль проходил в онлайн-режиме. Это, конечно, совсем другие эмоции. Сегодня, наконец-то, все участники, педагоги, родители встретились здесь, во дворце детско-юношеского творчества. Есть возможность посмотреть на своих коллег, перенять опыт и увидеть вживую, как твой ребенок выступает, попереживать, порадоваться. Национальный колорит везде – от костюмов до достижений. Звучат песни на языках нашей дружной республики. Воспитанники 16-го детсада поют молдавскую народную песню «Туанна». Мы поем молдавскую песню, и нам очень нравится. Мы хотим выступить и заполучить первое место. Дети очень долго к этому готовились. Песня достаточно быстрая, динамичная, яркая. Очень такие слова интересные. Это была, в какой-то степени сложности была, но был настрой, был эмоциональный такой подъем. Это очень весело. Костюмы добавляют еще картину, очень такую яркую и активную, скажем. Поэтому у нас очень здорово получилось. 15-й молодой вокальный коллектив первоклашек из 15-й школы. Маленькие звездочки уже выступали совсем недавно на фестивале казачьей культуры со своим номером. Мне нравится эта сама песня, нравится это про казака, как снять последнюю рубаху. Мне нравится, потому что он прекрасный, казачий, и все зрители на него собираются. Мне нравится, потому что вот этот конкурс очень классный, такой позитивный. Он очень классный во всем мире и вселенной. Несмотря на то, что мы такие маленькие и так мало еще существуем как коллектив, мы уже побывали в Каменке, мы очень часто выступаем, готовимся к конкурсам. И детям нравится это, и песни им нравятся. Главное, что они понимают содержание этих песен. Прежде чем начать изучение какой-то песни, мы узнаем, кто такие казаки, какой у них характер, для того, чтобы они уже могли передать этот образ. После муниципального этапа конкурса лучшие коллективы будут участвовать в республиканском смотре. Елена Расланова, Руслан Федоренко, Бендерское телевидение.